МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня у выпуску «Глядзите». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Микрорайон развивается и крайне необходим здесь детский садик. Это в первую очередь. Было принято решение о начале его строительства. Новые детяшие садки у новых микрорайонах. Понижение температуры и ночью заморозки до минус 5. Количе кацнег, прогнозы синоптиков. Песни, конкурсы, тематичные подворья и шматбосинской продукции. Кермаши разностаить, життё в области. А теперь больше подробязна. Объёмы будовництва жилья в Могилёве сё лето повеличены у Парауна не с минулым годом. 155 тысяч квадратных метров плануется побудовать у областным центры за 2016 год. Гэта амаль на 10 тысяч квадратов больше, чем летость, поведомили у могилёвским гарвыконками. Больше за 60% запланованного побудовали. Основный объём выкананных работ належать головному забудовшику города управлению капитальным будовництвом. За 8 месяцев яны узвяли 76 тысяч квадратов. Гэта арендное жильё и жильё с дяжпатрымкой. Дарыч, заступлением усилы указы президента номер 240 об адресном субсидировании жильёвых обудовництва. Узводить жильё стали больше активно. Гэта у основным квадеры для шмадетных семью. Узводить их по улицах Стасова, Грышина, Червоного флота. А на лето мяркують Яшепове лишить объёмы. Тепер заключают домовы на ильготное кредитование жилья. При будовании жилья, особенно для молодых семью, актуально пытание уладкования малых у дошкольную установу. У микрорайоне Казимировка дядя передиактивная заводова, згодная генплана Могилёва, вводит детячий садок на 240 месяцев. Дошкольную установу планують сдать у листопаде. Будовники говорят про высокую ступень готовности объекта, яким он будет звонкой изнутри, обажала Кристина Каранкевич. Ещё недавно на этом участке микрорайона Казимировка стояло только и несколько домов. За высокими темпами будовництва мы не поспеваем сочить. Меж тем, любой новый микрорайон мае на увазе социальные объекты. Учитывая то, что микрорайон развивается и крайне необходим здесь детский садик, это в первую очередь, было принято решение о начале его строительства. Приступили к строительству в конце прошлого года. И, как видите, на сегодняшний день готовность садика очень высокая. Гэта типовый тропповерховый садок. Такий ж управление капитальным будовництвом узводила у микрорайоне сподорожник. Проект распрацеванный институтом Могилёвграмадян проект. Саковиты в облик садка одразу вздымая настрой. В проекте учтены, скажем так, те недоработки, которые были в ранее построенных садиках. Поэтому этот садик должен быть тёплым, красивым, уютным. Всё максимально белорусское производство. Оборудование закупалось заказчиком УКСом города Могилёва. Оборудование имеется в полном объёме и в настоящее время устанавливается. На этот момент проведены усе коммуникации. Ремонт у группах зроблены, теперь сбирают и расставляют мэблю. Кошта объекта попередня оценивают у 7 миллионов 200 тысяч рублей. С 13 групп у новым садку будет и одна для детей с порушениями зроку. И она будет различена на 10 человек. Колер покоя, мэбли, а так само материал для адукации будут вельми яркими, как детям было комфортно. Так само проектом продугледжены бассейн по мерам 6 на 10 метров. Основные работы плануются завершить на приконце Кастрышника. И это будет 96-е по лику дошкольной установы в Могилёве. Кристина Каранкевич, Александр Артемьев, Новина региона. Традиционно каждую суботу жихары в области мают махчимость напрямуюсь звернуться со своими питаниями до представников Улады. Угытый день во всех выканкамах в области лазятся промы и телефонные линии. Так, 21-го Кастрышника с 9 и до 12-ти годин у Могилёвским Аблвыканкаме ваше телефонование будет примать наместник старшины Аблвыканкама Дмитрий Харитончик. До этого вы можете звернуться с питаниями по развитию промысловости, пайлвоэнергетичного комплексу в области и его эффективности, навыково-технической и инновационной деятельности, проконсультоваться по питаниях сбору отходов, стандартизации и жилёвой политики. Одночасово у Могилёвским Гарвыканкаме отказным за телефонную линию будя керауник с правами Сергей Шинкаренко. Потелефоновать до его можно по номеру Могилёве 42-21-02. А у Баврульским Гарвыканкаме на ваши зауваги и пропоновы откажет наместник старшины Александра Маркачоу. Могилёвским межрайонным отделом было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время для обеспечения полноты всесторонности расследования принято к производству следственным управлением. Следствием выдвинут ряд версий, которые в настоящее время отрабатываются, в том числе и об умышленном характере лишения жизни. Докладную причину гибели дитя высветляют эксперты. Тело девчонки было загорнуто у ручник на матрацник. Могчима комусь тевядомы, гэты и речи. По словах правоохоунику, любая информация по гэты справе будет корыстной и допоможа у вышуку жанчины. Телефоновать можно по номерах, которые сейчас на экранах. Правоохоуники обещают анонимность и узнагороду. Пробка протяглась у некольких километров. Ранее цей проспект Мира и мост по улице Королёва у Могилёве практически стоял. Транспорт рухался марудно. Автомобилисты, которые не могли долго ждать, разворачивались и выбирали другие маршруты. Как рассказали нашим журналистам у Дзержаутой инспекции, причиной такого вялізного затору стали две аварии. Яны отбылись на мосте по улице Королёва, прикладно одночасово. Одным ДТЗ по Ланцужску сутыкнулися пять легковых автомобилей, другим два. Абышлося без потерпелых. По слову инспектору, водители были неуважливы и не вытрымливали дистанцию. До того, что рассказали у Дзержаутой инспекции, асфальтовое покрытие было слизким, мост Празднепр был за Инелы. Водители оказались не готовы до таких умов на дворье. Инспекторы ДАИ рекомендуют зменить стыль керывания автомобиля с летнего на зимовый. Снега на выходных не шыкается, кажуясь у Могилевске Мабал Гидромете. Гэта обумовлена антициклоном, який зараз проходить по нашей области. Але на глебе починают устанавливаться невялікие стабильные заморзки. Тому треба быть уважливыми. Синоптыки тлумачыць, што заморзки наприканцы Кастрычника ўжобе аспечная для вегетативного периоду. І ў вогулі на дворье, якое усталёвываецца. Для гэтага периоду лічыцца нормальным. Невялікі минусу начы і да плюс сямі плюс десяти градуса ў день. Пакуль без апаткаў. Калі узгадаць шмат гадовы на зіранні, кажуть, у Абал Гидромете Самый ранній сніг на Могилёшчыне выпаў 28 верасня ў 1977 годі, а самый позній – 15-го снежня 1938 года. Межтым з панядзялка на територію нашай області пачнуць паступаць больш халодная па ветряная масы. Чакаяцца моцны ветер парывы да 14 метру за секунду. Температура па ветра ў начы 0, минус 5, ў день плюс 2, плюс 7 градусов. І як ўдакладняюць синоптыки, маўчыма на наступным тыдні мы і пабачым першай сёлетній сніг. Могилёвская областная дырэкція Белгазпрамбанк мяняе прапіску. Цяпер яе адрас в уліце Миронова, 4. Дырэкція банка размястілася ў самым центры Могилёва ў новым высокотэхнологічным офісі, які спраектаваны па сучасных бізнес-стандартах. Пераў справа приемная і адказная однажасова. Гэта як кропка адліку новага этапа развіцця. З новасельням работнікаў Могилёвской областной дырэкцій павіншаваць прээхалі партнёры і кліэнты начале са старшынёй правлэнні Белгазпрамбанка Віктором Бабарыка. Для высокотэхнологічного банка і унікальны будынак з незвычайный архітектурэй, якой ни горад, ни ягожы гары яшчэ не бачылі. Такі будынкі па класіфікаціі офісав адносяцца да класу А. Белгазпрамбанк, присутнішае на фінансовым рэнку Беларусі уже 27 годов. Могилёвская дырэкція зарэкэмэндавала себе як надзейны бізнес-партнёр у своім рэгіоні. У большей ступені банк ориэнтованы на обслуговуванні кліэнтов малога і сярэдніга бізнесу. Недзівно, што Могилёвская обласная дырэкція Белгазпрамбанка чатыры разы становілася лепшэй сярод банка у рэгіона па оказанні паслуг прадпрымальніка. Аднак сярод кліэнта у банка ёсць і шэрах адных самых буйных прадпрыємствов Могилёвской в області. Белгазпрамбанк – это, по большому счёту, уже брэнд. Брэнд – очень сильный, очень достойный брэнд. І, як любому хорошому брэнду, который зарекомендовал сябя в нашій стране, ему нужна аправа. І, конечно, мы не могли просто не предложить нашому кліенту такую достойную аправу, как это здание. Па новым адресі Могилёвской дырэкцій Белгазпрамбанка будзе аказывацца ўвесь спектр банкаўскіх паслуг. Для зрушэнсті кліэнтаў працюе зона 24 на 7. А гэта – круглосутошны доступ до інфокіёска, банкамата і депазітарный машыны. Не скрывая радасных эмоцій, я с удовольствием приглашаю наших кліэнтав, наших потенциальных будущих кліэнтав на обслужывання в Могилёвскую дырэкцію Белгазпрамбанк – это центр нашого удивітельного хорошего города. Миронава 4, мы ждём вас. Могилёвская обласная дырэкція Белгазпрамбанка па новым адресі пачынае працю 23-го кастрышніка. Надзейны банк цяпер чакая сваіх кліэнтав на Миронава 4. Першы удзельнікі золотого шлягіру приезжаюць у Могилёв уже ў суботу, нагадаем, з 22-го па 29-го кастрышніка Могилёв примае міжнародны музычны форум. Сёлітауім удзельнічуюць працтавнікі 9 країн свету. Сарод перших гастей – оперныя співакі Аюшеєвы і Африк Сімон з Германии, выканаўца знакамітай Хафанана. Дарэші, як поведаміли ў касах филармоній, билеты, а мальшту раскупленыя, карыстаюцца попытам не толькі вялікі концерты открытё і закрытё. Цікавецца, наприклад, выступлэням заслужанага каліктыва наційнайнах оркестра Беларусі під кераўніством Михайла Фінберга і выступлэнням областной филармонії. Яна на сё літній золотый шляхер падрыхтавала проект «Кіномузыка. Золотая коллекца». Гэта 20 номароу – музыка злюбімых советських стужек і популярных замежных. У репертуара ёсць і музыка са знакамітых мультфильмаў. Будут использоваться музыки з таких кінофильмов, как «Бриллиантова рука», «Служебный роман». Это достаточно популярные фильмы. В то же время будут использоваться мелодии из такого мультфильма «Рататуй». Популярна «Джеймс Бонд». Да, ну мы старались подобрать программу так, чтобы присутствовали и популярные мелодии, но в то же время хотелось немножко разнообразить и показать ещё мелодии, которые были совсем недавно написаны. «Этот концерт, я думаю, придётся всем зрителям по душе, потому что он безвозрастной. От мала до велика все будут знать абсолютно все композиции. Он будет очень тёплым, потому что мы вложим в него всю душу. Нам важен каждый наш зритель». А да помогать створать святочный настрой на шлягеры будуть и самодейные коллективы Могилёвшины. На пляцу усыкаля Палаца культуры в области разгорнется святочный кермаш. И он будет сустракать гостей с 22 до 29-го Кастрышника с 14.00 до 20.00. У делу кермаши возьмут многие предприемства гандлю, спажу кооперация, фермеры и сельгазорганизации в области, простауники мясомолочной промысловости. Можно будет набыть огороднену, саджанцы, насенье, свежую рыбу, кондитерские вырыбы. Який ж кермаш без музыки, конкурсу и тематичных подворьев? Гэта усё так само будет, обещают организаторы. Да решена быть продукцию нового урожая пропонуют уже в субботу. 21-го Кастрышника буйный городский кермаш пройдет с 10-ти ранницы до 17-ти годин. Место знаходжения так само вядомое, каля Палаца культуры в области, недалека от аттракционов. Традиционными лидерами продажи на кермашах у версии были бульба, капуста и цыбуля. Усяго за сезон на Могилёшине плануется провести каля 400 кермашов и кермашиков. Каучех с частинкой Моша у Блаженной Матроны у понеделок 23-го Кастрышника будя перенесены со Спаса Преображенского собора у Подникольский Жанночий монастыр. Про это поведомили у Могилёвской епархии. До речи ранее плановалось, что Моша Матроны Московской будут знаходиться у Могилёве до 27-го Кастрышника. Теперь поклониться святой и попросить про заповедное можно до 29-го Кастрышника. По словах верников, черга до святы невеликая. Шасом стоять приходится по 3 и более годины. У Могилёв аутобусами едут паломники як з районов, так и з суседних областей. Актуальные новини нашей области на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!